Я еще хочу вам советовать посадить из необычных растений, таких зеленцов, как рукола. В данном случае это эндаушероколистная из семейства рукола. Чем подкупил меня эта рукола, раннеспелый, неприхотливый сорт рукола, то первого урожая пройдет всего 2-3 недели. Поэтому пока на огород мы не идем, эту руколу можно, кстати, потом сажать и в землю непосредственно здесь. Мы посадим как раз в саду и посмотрим, насколько быстро будет сходить и расти. Ну и плюс зелень весной никогда не помешает. Чем хорошо? Отлично растет как в открытом груди, так и под пленочными укрытиями. В данном случае у нас будет в такой чашечке. И можно выращивать в дальнейшем и на подоконниках, и на балконах, и на лоджиях. Очень подходит для тех, у кого нет дачного участка. Листья нежные, сочные. И чем хорошо рукола, отлично используется в салатах, бутербродах, гарнирах, придавая им пикантный ореховый вкус. Почву, как всегда, для рассад берем рыхлую, водо- и влагопроницаемую. Для этого можно использовать вермикулит и перлит. В первую очередь эту почву, подготовленную, проливаю кипятком, остужаем. Семена очень похожи на семена горчицы. Половину мы посеем в эту емкость, а половину я еще оставлю, чтобы посеять в междурядек на огороде, между морковкой и луком. Сеем прям вот так по поверхности, на влажную землю. Немножко заделываем. Можно присыпать, можно заделать. Как следует пролить и покрыть прозрачным материалом, пленкой, стеклом и поставить для прорастания на солнечное, теплое место. Но не забывайте проветривать. И не забываем, что рокола прорастает практически на глазах. Буквально за несколько дней. Вот здесь напишем дату. И что вы посадили на эту емкость, никогда не забывайте. Особенно если у вас очень много рассады. Итак, еще одно растение, которое советую вам посадить.